Здравствуйте! Мы снова с вами на канале Заметки Нумизмата и продолжаем разговор про монеты Российской империи. Много приходит просьба, больше рассказывайте не только про золотые монеты, но про монеты и серебряные, и медные, и, конечно же, давайте сегодня мы о них поговорим побольше. И вот представляю вам подборку банковского серебра 1896 года. Монеты с изображением императора Николая II начали чеканить с 1895 года. Именно подборка 1896, на мой взгляд, представляет настоящий интерес. Именно в 1996 году мы можем с вами увидеть наибольшее количество номиналов банковского серебра. Почему подчеркиваю банковского? Официальной монетой Российской империи, банковской монетой, являлся рубль. Причем, исполненный в серебре золотой рубль, имеющий золотое содержание. Приравненный к золотым 10,5 рублевым монетам по стоимости соответствующего металла. Половинка от него 50 копеек, четвертинка от него 25 копеек. В данном случае мы имеем как раз такой ряд. 25 копеек номинал при Николае II достаточно редкий. В предыдущие 100 лет он встречался реже, чаще, в некоторые периоды года является совершенно редким. Но вот при Николае II 25 копеечная монета чеканилась лишь в пяти годах. Собственно, первый год чеканки банковской монеты, 1895-й, 96-й, как в этой подборке, 1900-й, 1901-й. Обе являются достаточно редкими монетами. Ну и, наверное, самый уже редкий 1898-й. Таким образом, лишь в некоторых годах мы можем иметь подборку из трех банковских монет. Рубля 50 копеек и 25 копеек. Но в 96-м году к этой подборке у нас присоединяется еще и коронационный рубль. Монета совсем другая. Мы в данном случае не говорим о том, что монеты выпускались разными монетами-дворами. Кроме Петербурга, это и Париж, и Брюссель. И, конечно же, по каждому году можно представить гораздо большую подборку с вариациями по монетам-дворам. Наконец, специалисты еще и выделяют различные типы портретов. Но мы говорим именно о номинальной части или уж о совсем принципиально отличных монетах. Вот такой отличительной, конечно, монетой является коронационный рубль. Рубль в память о короновании императора Николая II. Поэтому именно в 96-м году он представлен в год официального коронования. Можно сделать замечание. Есть другой год, когда также в такую подборку из номиналов можно добавить памятный рубль. Рубль 1898 года, посвященный памятнику императору Александру II, дворик в московском Кремле. Но в 98-м году крайне редкой монетой является 25 копеек. И вряд ли обычному коронационеру удастся сделать подборку 98-го года со всеми номиналами, так как действительно монета 25 копеек в том году крайне редка. Но и уж можно давать еще одну изюминку, использованную именно в 1896 году. В этом году выпускался официально монетным двором еще и коронационный жетон. Жетоны были различных выпусков. Могли выпускаться частыми ювелирами или различными мастерскими, как подарочные, по сути говоря, сувенирные. Но был и официальный выпуск монетного двора. В данном случае представлен именно такой жетон выпуска монетного двора. Считается, что коронационные жетоны на протяжении 19-го века условно приравнивались к монете в 20 копеек. Во всяком случае, именно так в случае какой-то необходимости можно было такой жетон реализовать. Но если, конечно же, речь шла о реализации скупщику или, в конце концов, в кабаке, наверное, коллекционеру можно было продать дороже и, может быть, даже в разы дороже. Также мы с вами видим, что коронационный жетон именно в линейке банковских монет Николая II имеет больший размер, чем, скажем, 25-копеечная монета. Поэтому, наверное, опять же, жетон Николая II имел более высокую стоимость. Но включим и его в эту замечательную подборку 1896 года. И вот такую подборку, наверное, могут собрать большинство коллекционеров, которые так или иначе хотят у себя иметь хорошую подборку монет времени Николая II. Вот и желаю вам иметь такую подборку в хорошем качестве и большой вам коллекционерской удачи. Спасибо, смотрите наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok